добрый день уважаемые зрители и подписчики канала сегодня я хочу поговорить несмотря на ту критику которая идет под нашими роликами о том что учить так как мы учим или показываем защиту от ножа не надо и так далее но все-таки поговорим о таком очень грозном оружие как нож вот буквально вчера я прочитал что екатеринбурге было зарезано ходе ссоры трое человек и при задержании был ранен один полицейский только потом применив оружие задержали преступника который был выпивший так далее не вдаваясь во все подробности этого инцидента кто там с кем пил как это все происходило какие ссоры и так далее все эти убийства и нанесения так сказать тяжких повреждений были нанесены обычным оружием то есть тем оружием которое есть у каждого на кухне это нож который может колоть острие у него есть и лезвие обычно на кухне лезвие находится с одной стороны поэтому смотрите сейчас мы с вами рассмотрим ножи еще раз бывают разные до бывают вот такие там специальные хотя они не относятся к холодному оружию продается в свободном доступе и так далее тоже не будем рассматривать критерии холодного оружия рассмотрим обычный вот такой нож кухонный который есть у всех когда к вам приближается человек с ножом а у вас ничего грубо говоря нет вы не специалист вы не какой-то так сказать государственный служащий у которого есть спецсредства там или оружие вы обычный гражданин но вам и бежать некуда и за свою жизнь вы должны бороться в руках у вас допустим вот обычная газета мы с вами находимся в россии вот российская газета и что можно сделать вот таким обычным бытовым грубо говоря предметом как газета когда к вам подходят или подбегают чтобы от плеч человека допустим что сейчас произошло когда человек вам подошел вы бросаете ему в лицо видите его реакция несмотря на то что не сопоставимые по своей опасности газета и колющее режущие оружие он реагирует как животное на то что в него что-то летит бросать нужно конечно не в ногу потому что это такой мягкий предмет а в лицо чтобы он моргнул отвернулся на секунды и я не говорю что вы должны потом обязательно что-то с ним делать вы можете после того как вы бросили сели смотрите оттолкнули и только потом убежали это вот один из вариантов и нож выбивается не отнимается если вы обратили внимание смотрите я бросаю рука у него или к вам подходит или наоборот но если вот допустим она к вам подошла он на секунды доли секунды замешкался это даже не испуг он замешкался моргнул выбивание ножа и уход ни в коем случае не отнимание выбиваем нож по тем точкам которые мы показывали на руке это район прощупывание пульса это большой палец если он так держит если он так держит это все пальцы то есть фаланги пальцев это вот эта часть которая подходит к его локтевому суставу и это бицепс смотря куда вы дотянетесь сейчас я покажу вот удары именно по тем точкам которые я показал то есть вот удар в район пульса еще раз напоминаю если вам угрожает ножом вас обязательно порежут разница в том получите вы маленькие какие-то порезы или большие когда вас воткнули смотрите вот он прошьет вас насквозь или же порежет допустим внутреннюю сторону вашего руки не дай бог ноги и так далее то есть там где большие кровеносные сосуды очень быстро начнет фонтанировать кровь вы будете терять силу и через 20-30 секунд в принципе ничего больше не делая вы сами помрете от потери крови если не пережмете если вам не окажут помощь и так далее поэтому обязательно выбивание ножа и выбивание не один раз вот я ударил не выбил ударил выбил и дальше я пристаю и бью его вот сюда подвороток хочу вам уважаемые зрители и подписчики канала напомнить что кроме того что мы снимаем и выкладываем вот такие маленькие ролики как действовать каких-то чрезвычайных ситуациях мы снимаем большие блоки так называемые онлайн курсов где будем рассказывать как тренироваться против того или иного оружия против того или иного предмета против одного двух противников там защит от ударов различных захватов и так далее там мы будем вам подробно показывать рассказывать на каких законах происходит вот эти все выбивания нажимы и так далее здесь мы вам показываем вашу реакцию чтобы не погибнуть и выйти с минимальными потерями от того серьезного оружия которое пытаются к вам применить как нож смотрите был вы выбив в район там где вы прощупываете пульс следующий по фаланге большого пальца я бью потому что здесь принципе сухожилия косточка там и связочки которые сюда идут ну и нервы раскрывается несмотря на то да что я вот пробил вот здесь по большому пальцу если у вас вот так попало все четыре пальца здесь смотрите все четыре пальца и они будут раскрываться ослабевать захват а когда у него появляется боль то дальше уже на вас агрессия особо распространяться не будет удары бывают разные бывают главное чтобы они были точные вот обратите внимание вот здесь покраснела да если я вот сейчас сюда пробил то у него вот здесь спухла мышца закончилась сюда подача электрического сигнала и вот эти мышцы ослабевают ну еще последний это в бицепс смотрите вот он в таком состоянии когда держит нож он слегка только напряжен бицепс сюда пробивается ребром ладони посмотрите что осталось с мышцы она вспухла покраснела и здесь прекратился электрический заряд который дает мышцам команду сжимать оружие сжалось оружие или разжалось оружие в зависимости от того что нужно видите что у него произошло если вы сюда допустим что то вы сделали и вот сюда пробили в одну точку смотрите что происходит видите как спухла здесь сейчас мышца здесь сократилась дальше она конечно придет нормальное состояние но и это не такие уж повреждения за которые могут вас там наказывать юридически мы показали как я газетой отвлекаю его бросаю ее в лицо но газета может быть сложена определенным образом смотрите и теперь это ударный инструмент типа кастета с двух сторон и еще вот у вас в руке смотрите если я вот здесь пробиваю я усиливаю этот удар когда идет вот смотрите я теперь бью не рукой а бью сюда как кастетом и бью сразу же обратите внимание что поменялась вся его конфигурация и бью сразу в район шеи это забираю или же смотрите я его пропускаю и бью его теперь в мышцу здесь как видите рука кисть его разжалась здесь теперь смотрите пропускаю бью в локоть и мышца раскрылась я наступил на него и дальше ударом в лоб только не бейте сильно бейте желательно каким-то предметом вот предмет и отпускайте человек отвалится от вас и такое грозное оружие ему уже не понадобится еще раз в конце сюжета хочу вас и всех тех кто будет смотреть настроить на то что ни в коем случае работать людям против ножа не стоит надо покидать место происшествия но если нет возможности сейчас именно в данную секунду покинуть надо его или отвлечь или же нанести какой-то удар по руке который не будет держать вот это оружие не надо его отнимать пускай он даже не выпадет там с первого раза но вы покинете место происшествия так как боль заставит агрессора думать не о нападении а о том как бы восстановить свою руку спускайтесь по ссылочке вниз у нас есть начальный блок колюще-режущего оружия смотрите работайте вместе с нами дальше мы будем развивать этот блок как можно больше и как можно подробнее так как вот это оружие никогда никто запретить не сможет это если сейчас огнестрельное оружие в связи с тем что случилось в Татарстане будут жестко контролировать и гражданским лицам продавать или там носить с собой будет запрещать то уж ножи никто запретить в принципе не может они везде на каждом столе в каждом магазине и в каждом кармане у хулигана на этом все до свидания до новых встреч